привет друзья ну вот как вы понимаете и снова у нас посиделки с кофе вот капучино что-то в этот раз мне не красивый какой-то налили вот но ничего будем все равно наслаждаться хороший крепкий тем не менее а я как вы понимаете вот опять своим любимым кэрэби и вот все время по-разному выглядит в разное время года это аббатство кэрэби может быть узнаете если кто-то видел раньше мои видео я здесь курочкой гуляла к сожалению курочки найти я не смогла куда-то она наверное в другие места ушла куда-то но зато там крюшки новые теперь у нас и настолько они кучерявые вы знаете ой смотрите птица прилетела это знаете робин называется очень распространенная птичка робин и вот видите не боится тоже по нашему малиновка по их называется робин ну что у меня нечем тебя покормить вот такие все тут друзья такие все тут наручные показываю ой какой крепкий кофе боже показываю вам и вы знаете птицы поют вы наверное слышите практически всегда они здесь поют что сегодня вам хотела рассказать вот наверное я вспомнила одну вещь может быть я вам не рассказывала не знаю друзья вдруг вспомнила думаю надо сказать потому что я конечно этому удивляюсь и восхищаюсь вот то что здесь в англии всем пенсионерам бесплатно все лекарства не знаю говорила вам но вот так значит начиная с 66 лет вообще у них пенсия наступает с максимально это 68 сейчас они поставили планку 68 лет я почему говорю 66 потому что это мне такую высчитали там по разным годам она же у них только-только стала увеличиваться вот буквально с 52 года она стала увеличиваться до этого было 60 и возраст выхода на пенсию я имею ввиду потом он стала вот расти каждый год увеличиваться вот для моего года значит получается 66 и дальше с 62 года рождения все кто от 62 и туда моложе то те будут работать будут работать до 68 ну вот зато с 68 лет наступает практически рай дай бог подожить только вот значит бесплатно лекарства это раз бесплатно все проезды во всех транспортах автобусы я имею ввиду значит очень большие скидки на все трейн поезда но путешествие также все это у них вот старшие пожилые люди называются сеньор сеньор это значит вот пожилой человек и там если вы допустим ищите какой-то там в интернете что-то хотите себя какой-то путевка ли что всегда вот спрашивают сеньор или не сеньор значит сеньор это значит уже пожилой человек ну и вот значит если также человек дожил до 80 лет то эти лекарства ему даже будут бесплатно еще и привозиться вот знает звонят каждый месяц если он сам не звонит по ему звонят и спрашивают какие лекарства ему нужны и нужны ли какие-нибудь и вот привозят на дом если ему понадобится раньше значит он может позвонить сам в любое время и ему в течение не за там пяти дней вот привозят на дом эти лекарства я считаю что это просто потрясающе друзья учитывая цены на лекарства это в общем то это очень хорошее дело на тут вот опять звон у нас небольшой колокольный еще я вот вспомнила у меня спрашивали что почему такие толстые здесь почему такие женщины толстые вот одна из них пошла видите и она живет молодая и вот почему спрашивают они такие толстые и мы представляли английских леди совсем не такими ну вот друзья вот так я тоже английских леди представляла немножко по-другому а здесь сейчас начинает вырождаться все опять же вот как мне кажется что вот тут более так скажем более взрослые более старшего возраста женщины они себя как-то вы знаете держат лучше не стройненькие они вот так не раз не разъедаются это бывает и там конечно но не до такой степени а вот уже новая почему-то новая молодежь новое поколение они вообще преобладающим большинстве толстые вот ну и узнаете еще что говорят мне на что стилиста найдите да приведите я в порядок по и боже мой да вы знаете какому какой там стилист о чем вы говорите это может быть в лондоне стилисты есть вот а здесь у нас никаких стилистах речи не здесь может быть если найдешь какой-то портсмассе это надо ехать туда на мэнлэнд пор мы спортсмассе найдешь или в саус-хэмптоне хороший какой-то салон парикмахерский там со стилистами ну и чего я в общем-то бы была как-то это как только я сюда приехала я еще была такая общем как сказать за собой следила по привычке скажем так красилась каждый день я имею ввиду макияж вот ну и естественно тоже решила узнать что там как поехали мы в портсмасс муж нашел там какой-то очень дорогой салон пришли они мне сказали конечно сейчас мы вам попробуем сделаем все общем там что-то такое пытались пытались мне какой-то макияж значит так долго что-то такое рисовали вот ну и потом когда подали мне зеркало посмотреть я на себя взглянула и решила что срочно надо идти умываться потому что это было что-то немыслимое друзья понимаете я считаю что знаете должно быть конечно если уж макияж так он ну согласитесь что он должен все таки как-то украшать и молодить а не для того чтобы просто его нарисовать вот ну а потом вы знаете как-то я даже настолько расслабилась глядя на все то что здесь происходит здесь же женщины за собой практически не следят вот опять же вы знаете не могу сказать по поводу крупных городов может быть в лондоне может быть где-то в каких-то знаете в таких огромных корпорациях люди работают я видите уже здесь этого не застала как вы знаете мою историю я не работала здесь уже мне хватило в россии работать по самые уши а здесь я решила расслабиться ну и вот получается что я может быть даже не видела в таких знаете в этих офисах бизнес офисах может быть там леди на самом деле такие ухоженные и все после стилистов а здесь в основном у нас особенно все эти вилочи ну и вот кстати у моего мужа все родственники на тингеме он оттуда родом и они к нам приезжали частенько но я не могу сказать что они там как-то прекрасно выглядят все то же самое абсолютно никогда никто не красится никогда я не видела чтобы был нанесен макияж у женщин моего возраста или даже моложе от 40 лет они уже не красятся и они даже волосы не красят а сейчас я даже слышала такое что говорят что седина модно стала седина значит вот это тоже опять европейские женщины решили ввести в моду седые волосы а почему а потому что красится лень во первых лень и во вторых наверное дорого еще узнаете все эти услуги покраски они тоже дороговато и кусаются а если учесть что отрастают волосы быстро то на ней не хотят женщины тратиться на это они так я же говорю себе нравится а вот это вот видите друзья что такое вот такая вот с водой миска сейчас покажу вам он там устала еще одна видите вот там устала еще и здесь стоят миски с водой практически везде это знаете почему ну потому что англия это собачья страна это вот для собачек вы можете любом месте увидеть еще здесь не очень они симпатичные просто какие-то видите пластмассовые вообще вполне симпатичные бывает на улице стоят вот такие вот миски собаки гуляют и пьют всегда они налиты водой чистой вот что значит любят англичане собак вот к недаром говорят что англия это собачий рай а я что-то даже стала вспоминать и вы знаете вот видите получается что все породы собак практически английские да вот смотрите док с английская английский бульдог английская опять да newfoundland собака английская по моему порода корги любимая 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 собачки любимая порода наша английская королева елизавета тоже вот пожалуйста лабрадоры однозначно все эти терьеры однозначно английские дальше вот это вот овчарка коли шотландская из шотландии она ведь как было тоже как как была выращена это вот порода выведена специально для того чтобы за овцами за овцами помогать пастуху следить пасти овец вот эти шотландские овчарки то есть получается может быть я еще даже и не всех перечислила не всех знаю то есть получается что вот такой собачий рай и это уже бог знает когда происходит с каких времен что уже даже выведены все эти породы собак именно в англии вот это тоже такой для меня интересный момент друзья да но вот если продолжить говорить об английских леди друзья то я так как-то вам отрывками что вспоминаю говорю сейчас то вы знаете я вроде как уже попривыкла и рот у меня остается закрыт не открываю рот постоянно на то что я вижу вокруг но вот расскажу вам историю когда впервые еще будучи в россии я увидела отношения вот европейских пар мужчин и женщин сейчас вам расскажу это еще когда я в россии работала в отеле ин турист и вот у нас там конечно же много очень было иностранцев в том числе из европы пары путешествовали как вы знаете они всегда путешествуют с детьми с маленькими без проблем если пара молодая то у них и дети малюсенькие вместе с ними путешествуют ну и вот а мы как работники этого отеля ходили обедать в столовую у нас внизу там на первом этаже было и вот значит в обед ходили в эту столовую обедать у нас еще также был ресторан но ресторан все-таки дорого и вот те туристы ин туристы которые к нам приезжали они уже как-то сориентировались вы знаете и стали тоже в столовую ходить обедать там все довольно вкусно даже бывает порой и выбор больше чем в ресторане и все это дешевле и они пристроились нами ходить и вот я помню насколько мы поражались и как мы смотрели на эти пары которые приходили вот значит как значит идет женщина впереди вся такая вот как я говорила в майке в какой-то драной там я не знаю у нее бутсы на бусы ноги надеты вся там волосы абсолютно может быть даже и забыла причесать что-нибудь если длинные то помогут просто так болтаться или вот резинкой черной аптекарской завязан хвост вот она такая красавица она идет значит у нее естественно лаптоп она там что-то смотрит этом лаптопе и сзади нее тащится ее муж мужчина почему-то позади всегда вот сколько я видела значит он едет один ребенок у него здесь на руке он его несет которому может быть годика три а второй совсем маленький может быть годовалый или меньше года в колясочке он тащит эту колясочку толкает перед собой и значит там у него одежда еще сумка с одеждой этой детской с какими-то сосками навьючено это все он это все тащит друзья следом за ней вот они значит так прошли через всю столовую она нашла какое-то место которое ей понравилось уселась бросила свой лаптоп развалилась уселась значит он тут стал тоже что-то подкатывать коляску значит тоже сам свои сумки раскладывать все это разложил поставил схватил побежал под нос и пошел значит вот в очередь заказывать еду она сидит она даже не шелохнется друзья вы представляете я помню мы русские женщины такие красавицы ходили ведь у нас по идее работали в отеле нам нужно было какой-то держать там марку все разодетые на высоченных каблуках все подтянутые с прическами мы такие стоим красавицы и вот это вот значит с резинкой аптекарской волосах эта женщина и при том мало того что она не ухожена она еще и страшная понимаете плоская как доска и вот она такая значит сидит красавица мужик нормальных вполне себе вот он бегает он эти подносы значит притащил сначала один поднос потом второй ребенок этот у него на руке все равно никуда он его не оставил этой жене знаете мы были просто в шоке вот они шпалерные груши которые показывала помните плоские на стене показываем опять как они сейчас выглядят к сожалению их цветение я не застала пропустила ну вот так так что вот друзья мои вот такие вот они европейские женщины и вот такие вот у них отношения в семье и вы знаете что когда все это мы помню увидели тогда мы долго очень себя не могли прийти не могли понять что происходит и вообще как-то что-то показалось наверное все таки что-то в этой жизни не то потому что тогда что происходит с нашими женщинами и что происходит с нашими мужчинами ну вот опять такая тема у меня больная а в общем так друзья я думаю на я вам рассказала кое-что что вспомнила об английских мужчинах и женщинах если у вас есть вопросы задавайте пожалуйста я с удовольствием постараюсь ответить а на этом я с вами прощаюсь все вам доброго берегите себя пока пока